Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И как вы поняли по названию, мы сегодня с вами будем распаковывать посылку от нашего любимого Василька Ивановский текстиль. Заказала там самые яркие, самые интересные новинки, которые самую хочется открыть, померить, пощупать, потрогать, ну и, конечно же, вам рассказать о своих впечатлениях. Ну и немного организационных вопросов для тех зрителей, кто впервые на моем канале. В таких видео я всегда сразу вместе с вами открываю на камеру посылку. Я знаю, какие там вещи, я знаю, какие модели я заказывала, но я совершенно не знаю, какого качества. Поэтому все мои эмоции будут сразу видны на экране, что мне нравится, что нет. А также мы с вами будем сравнивать, как выглядят эти модели на фотографиях на официальном сайте. Кстати, ссылка на сайт, как всегда, будет внизу в описании. А еще оставляю ссылочку на инстаграм. Там тоже постоянное обновление ассортимента. Переходите, смотрите, если вам интересен этот формат. Ну а также будет примерка. И всегда я заказываю одежду, текстиль не только для себя, но и для всех членов семьи. Надеюсь, что вам это видео будет интересным и полезным. А мы давайте скорее открывать. У меня у самой руки прям чешутся скорее все это померить. Ну и раз Соня у нас прибежала, давайте сразу мы начнем и с детской новинки. Как всегда на сайте большой выбор детской одежды, а особенно девчачьей там выше крыши. В этот раз я соблазнилась на платье-тунику. Заказала, правда, на 9 лет. Рост 134. Я считаю, что лучше заказать на вырост, чем притык, чтобы точно быть уверенным, что вещь сядет хорошо и будет носиться. Давайте посмотрим, что же это такое. Это вот такое платье-туника. Да, оно, к сожалению, сейчас будет большевато, но на следующий год, я думаю, уже будет прекрасно. Но модель я вижу просто шикарная. Кстати, такое платье-туника было представлено в нескольких расцветках. Оно вверх как будто это рубашка. Тут имеются вот такие карманчики накладные, клапаны. Все это на разноцветных пуговичках. Интересно смотрится юбка, насколько я вижу. Спереди чуть-чуть укороченная, позади подлиннее. Аппликация в виде черного котика и длинный рукав. К сожалению, сейчас платье все такое меты. Я думаю, вам не совсем понятно. Но я все разглажу и на вешалке вам покажу. Мне вот такой вариант по крою понравился. И хотелось бы, знаете, женские такие взрослые модели, потому что выглядит, правда, очень и очень красиво. Так, давайте переходим дальше. Появилось несколько моделей женских костюмов по типу летних, пижам, домашних костюмов с шортами. Ну, вы знаете мою любовь к костюмам с шортами. Я сейчас в таком же костюмчике. Мне очень удобно, очень комфортно в таких моделях. И заказала красивый комплект вот с такими расходами. Называется это серия Май Тай, насколько я вижу по этикетке. А технология окрашивания, вот этот рисунок Тай Дай, кажется, правильно. Костюм 50-го размера. Я на себя всегда заказываю 50-й и свои замеры я оставлю внизу в описании. Давайте посмотрим. Уж очень интересно потрогать его. Расцветка мне, правда, очень нравится и здорово, что вот появляются красивые модели. Материал это кулирка, но кулирка непростая. Она чувствуется, что слегка плотненькая и мне этот материал нравится. Фудболка, мне кажется, чуть-чуть укороченная внешне. Но посмотрим, как это будет сидеть на мне. Сразу же, что я вижу, ну визуально, да, по плечам я вижу, что сядет мне по размеру хорошо. И мне эта расцветка нравится. Прям очень красиво смотрится. И при желании даже футболку можно поносить куда-нибудь на улицу с джинсами. Будет смотреться красиво, почему бы и нет. Красивая расцветка. И в комплект идут вот такие короткие шорты. Ну тоже на мою попу сядут хорошо. Будет удобно, комфортно. Я довольна. Пойдемте мерить. И да, друзья, давно у нас с вами не было конкурсов. Поэтому давайте в этом видео запустим новый конкурс. А призом будет точно такой же костюм. В такой же расцветке. И тоже 50-го размера. Условия простые. Быть подписанным на мой канал. Поставить лайк этому видео. И написать в комментариях. Я участвую. А также интересно будет узнать, какие модели вы заказывали в осельке. Какие модели одежды вам понравились. Что вы порекомендуете другим зрителям. Итоги подведем примерно дней через 10. Ну и давайте еще откроем один костюмчик. Насколько я помню, он должен быть тоже шортами. Возможно, ошибаюсь. Он заявлен как пижама. Вот такая яркая футболка. Тут с какими-то волками смешными. Но мне показалось расцветка такой очень яркой. У меня ярких вещей в последнее время маловато. И вот надо как-то восполнять этот пробел. Размер 50. Да, тут тоже шорты. Но начнем мы с вами с футболки. Футболка уже совершенно другого покроя. Тут не отрезной рукав. А он слегка спущенный. То есть он цельнокроенный и спущенный. Футболка чуть посвободнее, чем в предыдущем костюме. И посмотрите, тут вот такие собаки-волки на скейтборде. Ну, смешно. Смотрится озорно. Круглая горловина. Материал кулирочка. Тоже мой приятный, любимый материал для домашних костюмов. Ну, а шортики вполне обычные. Темно-синего цвета. Нормальные, не марки. Я думаю, буду носить долго, комфортно. Тем более, что вот такие модели я беру постоянно. Они мне нравятся. Единственное, что вот такие расцветки смешные у меня бывают очень и очень редко. Так, следующее, что у меня полосатое. Это костюм. Костюм для мамы 54 размера. Маме нравятся вот такие расцветки. И мне понравилось, что это не просто вот бело-синий костюм в полосочку, а тут вот синие вот эти вставки, они спринт, вот как будто имитация джинсы. Смотрится красиво. Так, и в этом костюме у нас, давайте смотрим, вот такой верх удлиненная футболка с V-образным вырезом. И посмотрите, как красиво тут сделана, пошита вот эта ткань-вставка вот таким мысиком. Еще пуговички белосинего цвета в количестве трех штук. Рукав длинный. Ну, длинный я имею в виду не вот такой короткий, а подлиннее, чем в предыдущей футболке с манжетами. И позади туника футболка выглядит вот таким образом. Знаете, вот мне визуально очень нравится. Надеюсь, что маме также понравится, что сядет хорошо. Расцветка удачная. При желании также вот эту тунику можно носить зауженными джинсами. Я думаю, должно смотреться красиво. Ну, а в комплекте были еще бриджи. Бриджи уже просто синего цвета, широкие, свободные. И вот таким образом они выглядят. Костюм очень удачный. Модель мне также понравилась. Ну, пойдемте померяем теперь на маме. И это не все обновочки для мамы. Заказала маме платье. Причем платье из тех трендовых моделей, которые сейчас есть в продаже. Это вот такие платья-рубашки, длинные. Мама раньше такие модели не носила. Но, как говорится, все, что случается впервые, надо попробовать. И заказали платье вот такого красивого кирпично-коричневого цвета. Горох в черный. И тут имеются белые надписи. Тоже 54 размер. Честно говоря, я не знаю, как это будет сидеть на маме. Потому что, ну, правда, такое мама еще никогда не мерила. Но посмотрим. И это длинное платье-рубашка. Посмотрите. Хотя, знаете, есть такое ощущение, что по плечам и мне сядет нормально. Я даже сейчас попробую сама померить, посмотреть, как это дело выглядит. Это платье-рубашка, платье-халат на пуговичках. Очень длинное. Практически, наверное, до щиколоток. Откидной у нас воротничок такой красивый. Материал кулирка, но она плотная. Чувствуется, что там вроде бы должно быть добавление полистера. Я почему-то не вижу. Тут этикеточки с составом. Но она, наверное, где-то внизу. И рукав длиной примерно по локоть. Может, чуть-чуть будет закрывать. И он широковат. Тоже пойдемте все разгладим. Поближе посмотрим и померим. Вот такая интересная расцветка. Друзья, к сожалению, не получилось оперативно показать это платье на маме. Нужно чуть-чуть укоротить. Из-за того, что мама намного меня ниже. И ей по длине это платье великовато. А вот в плечах и в груди села просто идеально. Поэтому, чтобы вы могли иметь представление, как сидит это платье на человеке, показываю его на себе. И еще раз напоминаю, что у меня рост 168 сантиметров. Размер 50. Так, и еще осталось два пакета. Два самых ярких пакета. И это, наверное, один из самых ярких заказов из Василька, который я делала. И знаете, у меня прям глаза разбегаются. У меня почему-то настолько радостное настроение. Радостное впечатление от всех этих цветов. Ну, я думаю, вы видите по моему безумному взгляду. И той манере, с которой я вам рассказываю. Очень мне хочется открыть вот этот яркий пакетик. Это спортивный костюм. Представлен он был в двух цветах, очень красивых. Но, к сожалению, их разбирают очень и очень быстро. Поэтому мне пришлось заказывать костюм 52 размера, потому что 50 уже не было. И я подумала, что ладно, пусть он будет слегка посвободнее. Тем более, с моей фигурой посвободнее не помешает. Мне хочется, чтобы вот эти костюмы, мне они понравились на картинке, чтобы еще их пошили, чтобы еще они поступили в продажу. Потому что выглядит правда красиво. Давайте посмотрим, потрогаем, что же тут у нас такое. Вверх это кофточка. Вот такая укороченная. Так, вот так переверну. Короткая кофта с капюшоном. Рукав короткий. Посмотрите тоже на вот эту абстрактную расцветку. Там, кстати, была другая расцветка. Желто-голубо с розовым. С таким тоже выглядело красиво. Я изначально хотела тот костюм, ту расцветку. Но, в принципе, я сейчас смотрю, и это выглядит вполне неплохо. Цветы яркие, я думаю, мне подходят. А вы, друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, как идут мне эти цвета или нет. И в комплекте брюки. Брюки длинные, с кармашками, на удобные резинки. Материал это тонкий... Нет, это все-таки плотная кулирочка. Но мне прям очень нравится. Пойдемте мерить. И, кстати, посмотрите. Этикетка ребрендинг логотипа. Вот таким образом теперь выглядят этикеточки. Да, это ткань кулирка, 100% хлопок. Но пойдемте, правда, мерить уж очень хочется. Ну что, друзья, остался у нас последний пакетик в этом заказе. И если вы часто заходите на сайт Василька, отслеживаете новинки, я думаю, вы уже должны догадаться, что это. Это платье. Это широкое платье в пол. Мне в Инстаграме прислали ссылочку на него. Зрители сказали, Маша, обрати внимание. Правда, мне прислали на другую модель с широкими полосками. Там это платье было представлено в двух вариантах. Модель называется Боха. Я взяла все-таки густую полоску, потому что широкая на крупных женщинах смотрится не так выигрышно. И получается, что широкая полоса будет полнить. А вот именно узкая полоска, она выглядит более выигрышно. И посмотрите на эту красоту. Очень красивая нежная расцветка. Вот таким образом выглядит. Платье длинное. Юбка в пол. Ну, конечно, я тут в кадре не покажу. Но я уже в нем вот так укрылась, как пледиком. Расцветка мне, в принципе, очень нравится. Большое спасибо вам за советы, которые вы мне давали по поводу моделей платьев. Кстати, в предыдущем видео я вам показывала то самое платье из коллекции Ялта. Спасибо, что все-таки подтолкнули меня его заказать. Оказалось очень удобным и комфортным на жару. Спасибо, что советуете дельные модели. Вы меня уже изучили. Вы знаете мои предпочтения. Поэтому это платье тоже было сделано по вашим заказам. Очень красиво смотрится. И красивая расцветка этих полосочек. Она не однотонная. Она в такую легкую крапинку. Как будто тоже имитация характерного принта под джинсу. Но все это я сейчас вам поближе покажу. Пойдемте мерить. Пока визуально я правда очень довольна. Продолжение следует... ну что друзья вот и подошла концу это бешеная распаковка да я была на предельных эмоциях но мне все модели действительно понравились яркие красивые остается еще один месяц но может еще пол сентября когда эти вещи еще можно поносить на улице так что нужно ловить момент все ссылочки я оставлю внизу в описании на инстаграм на сайт переходите смотрите кстати предыдущие обзоры распаковок посылок и любимого селька они практически на 90 процентов актуальны и модели до сих пор есть продажи так что если вдруг что-то упустили пересматривайте в основном качество вещей я остаюсь довольна пишите в комментариях как эти вещи сидят на нас но а если у вас есть советы какие модели могут нам подойти смело можете писать в комментариях а ты все с платьем бегаешь да тоже погладила а чем ты гладила каким мы принеси покажу утюг ну что же интересно каким она утюгом гладила несешь да ты мой суслик тебе понравилось что померить она тебе большой будет тюкан а и и и Продолжение следует...